Всем привет! Давайте в этом видео поговорим вот о заготовках для колец, как можно сделать кольцо, что для этого нужно и пойдем потихоньку смотреть варианты. Так, первый вариант, все это сейчас сброшу, так, первый вариант какой, это открываем цилиндр, вытягиваем его, просто включаем цилиндр, так, теперь заходим в Initialize, делаем вот такую пустоту, вот так вот где-то. Ставим меньше дивайдов, вот так, и ставим меньше вот этих вот, вот так вот. Теперь давайте это все дело по сетке посмотрим, как стоит, проверим симметрию, и вот это все дело давайте развернем, вот так вот. Нажмем Make Polymesh, жмем ротацию, так, вот так все это дело перекручиваем, так, вот она наша симметрия. И попробуем теперь с помощью Move Topology все это дело доработать. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Так, вот что-то такое у нас получилось. Все это дело мы выровняем. И теперь давайте немножко поработаем резкой. И поработаем в симметрии. Вот что-то такое вышло. Вот такая заготовка для кольца. Теперь можно сделать чуть-чуть корректировку. Как ее можно сделать с помощью маскирования. Заходим в геометрии. Заходим в геометрии. Жмем Dynamesh. Посмотрим, что с сеткой пойдет. Так, и теперь давайте поработаем маскированием. Вот так вот сделаем. Зайдем в маскирование. Зайдем в маскирование. Нажмем Blur Mask. И теперь в деформации можно поработать, допустим, сайзом. Вот так выглядит заготовка. Снимаем теперь маску. Так, отключим сетку. И теперь можно еще немножко поработать с резкой. Так, вот заготовка для кольца готова. Теперь давайте опять же по симметрии прогоним. Modify Topology. Так, сначала по X. А потом по Z. Так, все у нас вот вроде все ровненько. Одна. И немножко ее так расширим, как палец. И теперь все это вычтем. Опять жмем так. Опять Merge Down. Ок. И вот так вот все это дело вычитаем. Так, вот такое кольцо у нас получилась заготовка. Можно ее четче еще сделать. Помягче. Ну, я думаю, что принцип понятен. Можно опять же поработать маскированием. Ну, как-нибудь, я не знаю, вот так вот. И где-то что-то поддавить, где-то что-то вытянуть. Но это уже ваша фантазия. Так, теперь все это дело давайте смягчим. Можно использовать, конечно, полиш. Это в деформации от Relax или Polish. Вот она, вы видите, что смягчила. И теперь вот еще одна фишка такая, что можно внутренность все сделать пустой. Ну, как у настоящего кольца. Заходим в Subtool. Делаем дубликат. Переключаемся на дубликат. Жмем прозрачность. И давайте уменьшим ее в размере. Так, смотрим, что у нас получается. Вот эту часть мы удалим. Так пойдет. И теперь давайте опять же вычитанием поработаем. Merchdown, окей. И опять же ее вычитаем. Вот вы видите, что внутри прикольная штука получилась. Пустота. Можно ее сделать чисто под кольцо. Всю не вычитать, а чисто кольцо вычить. И вот здесь вот можно углубить. Опять же, работать можно маскированием. Переключаемся. Так, на ровную. Вот так вот делаем. Ctrl-I. И вот это дело все можно вдавить. Заходим в деформацию. И жмем Size. Вот так вот. Вот сюда можно уже будет камень какой-то вставить. Тут можно еще грани сделать почетче. Доработать где-то. Сделать вычитание более четкие. Тут принцип вот таких заготовок. Вот для кольца. Опять же, можно сделать вот так вот еще отметить. Зайти опять же в маскинг. И одно и то же, в принципе, вариантов много. Blur Mask делаем. И опять же в деформацию. И уже вот этими инструментами можно делать разные выкручивания. Можно вот твистом поработать. Тейпером. Вот так вот сделать. Вот такое может уже получиться что-то. Где-то вот так вот можно сделать. Если все это вернем, давайте посмотрим еще какие есть варианты. Вот вытяжка, подтяжка тут. Так. Разные комбинации. Вот так. Что-то тянет, что-то делает. Так. Ну принцип понятен. Можно здесь пустоту сделать. И можно также уже поработать. Нанести сюда рисунок. Какой-то надпись. Алмазы добавить. Пустоты выбрать. Допустим. Вот эту вот часть. Вот так вот. Можно полностью порезать, как вы хотите. Это по предыдущим видео. Сделать какую-нибудь пустоту тут. Все вот это все сделать полукругом. Ну и в принципе до ума довести. Ну да, оттупка в принципе вот так вот выглядит. Ничего такого сложного. Так. Давайте рассмотрим другой вариант. Этот нам уже не нужен. Так. Преференс. Тенс. Все это удаляем. И теперь поработаем вот с цилиндром. Опять же с цилиндром. Опять же делаем инициалайз. Все это дело вытягиваем. Идет выравниваем. Опять же пустоту можно сейчас сделать. Можно потом уже вычитанием. Как убрать. Ну давайте сразу сделаем. Так. Вот так вот. Добавим сразу дивайдов. Поставим по иксу ее. И теперь мейк полимеш. Так. Все выравниваем. Смотрим. Симметрия работает. Теперь делаем. Заходим в геометрии. Поработаем этими инструментами. Вот так вот. Теперь делаем дубликат. Опять заходим в геометрии. Включаем прозрачность. Уменьшаем. Вот так вот. Ротации немножко приподнимаем. Новым. И теперь делаем вычитание. Вот такая вот заготовка у нас вышла. И теперь можно вот эту заготовочку использовать для кольца. Вот сюда мы еще что-то поставим. И вот такую еще фишку можно сделать. Смотрите. Вот так все это маскируем. Опять же заходим в маскинг. Опять же в маск пару раз. И опять же в деформацию. И вот на тейпер. Можно вот сайзом вот так вот поработать. Можно его чуть-чуть вот так вот уменьшить. Ввести вот так вот его в центр. Потом добавлять какие-то детали. Можно вот даже вот так вот вывести. И потом допустим вот это вот поработать. Вот такие заготовки можно делать просто не прибегая к заимодельеру. Ну, теперь фишка в чем? Ну, когда вот эта вот деталь у нас есть, что можно сделать? Чтобы цилиндром не делать вот под кольцо вот этот вот круг. Давайте возьмем аппент, возьмем цилиндр, переключимся на него. И теперь посмотрим, как можно сделать именно вот эту вот часть. Мы устанавливаем вот так вот его под низ. Добавляем дивайдов побольше. Это вот по прошлому видео тоже было. И вот так вот рисуем. Включим дублирование теперь. Также нажмем. Вот такие дела у нас творятся. И творятся. Так. Так. так давайте теперь добавим сюда цилиндры вот этот посмотрим где находится наше кольцо в таком положении все нормально вот эту часть мы опустим теперь добавим ctrl d побольше по качестве у нас получилось и вот так вот маской нанесем и теперь сделаем экстракт посмотрим что у нас получилось все это дело мы теперь выравним вот так вот подгоним теперь опять же можно ее растянуть вот эту часть полностью давайте попробуем поставим вот так вот вот так вот и теперь все это дело давайте перевернем ну вот так вариант тоже для кольца теперь можно чуть-чуть в размерах его уменьшить в принципе возможности валом крути-верти как хочешь и вот так вот можно подогнать вот если сделать чуть-чуть вот так побольше вот так вот то можно ее здесь вот так вот обрезать вот и вот так вот заготовка получается здесь уже можно еще кто-то вставить будет добавки какие-то сделать ну принцип понятен вот такие вот можно делать кожи под алмаз можно потом еще что-то мелкое прогнать тут можно чем-то прикрыть какие-то замки по поделать ну так вот работает эта система так еще один вариант расскажу как сделать кольца давайте используем вот эту заготовку эти по удаляем так нарисуем вот такую заготовку можно сразу уже рисовать допустим зигзагом это вот все по прошлом видео тоже так контрол и выравниваем и теперь помощью вот этого ректа делаем вот так вот освобождаем место и теперь творческая работа давайте по симметрии посмотрим сколько почему где мы находимся вот и теперь можно полностью рисовать как вы хотите так ставим не это симметрия у нас давайте по z вот а поставим и теперь переключимся на рисунок опять же включаем маску откладим граф сайс и вот так вот можно все это делая рисовать извините за рисунок вот вот так вот пока можно конечно найти уже и срисовывать ну и от балды сейчас понарисую тут что-нибудь вот так вот ну и здесь можно чуть-чуть вот как-то это все дело приоформить так теперь мы делаем экстракт делаем экстракт и в принципе вот такое кольцо у нас получилось если мы его сейчас по симметрии прогоним зайдем в модифит опологи и посмотрим как мы установлены так наоборот вот у нас теперь симметрия и мы можем сюда вот добавлять какие-то камни давайте все это дело еще помягче сделаем в деформации вот что-то такое толстоватая конечно но ничего так теперь все это дело можно еще дожать доработать кстати вот такие вот фишки можно и на те кольца уже на заготовки на болванки вставлять и работать также с ротацией в смысле с маскированием уже по кольцу уже вот тонко рисуете и все получается ну и также не забывайте лепку саму по ней можно по ней лепить и также можно делать вычитание что-то в этом духе если допустим добавить ну сферу вот так вот вот здесь уже можно добавить допустим алмаз вот так вот его вытянуть вот так подровнять что-то вот 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 такой алмаз получается можно здесь выемку сделать уже что-то потом несколько частей там надпись какую-то вставить ну короче ваша фантазия полностью вот такие дела можно здесь еще пустоты какие-то нарисовать там можно все кольцо такое сделать лошадьми там если постараться можно лошадь нарисовать еще какие-то фишки арабские можно вязью славянской что-то сделать все всем пока всем до свидания кому пригодилось ставьте лайки дизлайки тоже кайф вот 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 Продолжение следует...